Всем привет! Добро пожаловать на Маришка канал! Я японка, российская балета, студентка МГУ и живу в Москве уже 10 лет! Все, кто заинтересован вам по мне, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста! Я выкладываю видео на японском во вторник и пятницу, и в каждое воскресенье выкладываю видео на русском. Сегодня воскресенье, знать сегодняшнее видео для вас, для русских зрителей! Но сегодня я снимаю видео, которое очень связано с моей личной новостью, что сейчас я получила вот эта посылка из Японии, которую моя мама отправила! Вот, я получила! Поэтому у меня очень хорошее настроение, я так долго-долго ждала, потому что сейчас очень тяжелый период из-за коронавируса, что посылка на лес, которая вот ЕМС, не работает, к сожалению, из Японии, в России сейчас не работает. Поэтому сегодня есть тема, как моя мама отправила, как доставляла посылку, сколько я ждала и как я платила, и что там внутри, давайте вместе со мной посмотрим, что там внутри, хорошо? Поехали! Вначале я вам расскажу, как вот эта посылка приехала в Москву из Японии. Вот, эта посылка морской почты, потому что другой способ не было. И это первая попитка у нас, потому что всегда обычно мама отправила по ЕМС, ЕМС это очень супер, хороший сервис, международная почта, посылка, неделю приедет из Японии в Москву с страховкой, и до дома донесет. Вот, но посылка по морской почте, это очень дешево, но я так долго ждала. Мама отправила эту посылку 15 сентября, и потом корабли, да, катали-катали, но первая неделя была проблема с тайфуном в Японии, поэтому была сразу зазержкой. И где-то в конце сентября уехала из Японии, и приехала в Вразь-Восток, это в России уже, это середина октября. Потом и затем из Вразь-Востока до Москвы тоже занимается две недели. Вот эта посылка, вот и есть вход, и мама делается с страховкой, поэтому можно посмотреть на интернет сейчас, какой пути идет, да. И вот я вижу, что в конце октября, 29 октября в Москва, я думаю, что ура, и 31 октября уже обратно в Вразь-Восток, так написано. И франит эта посылка до 30 ноября в Вразь-Востоке, вот я открываю карты, и точно в Вразь-Востоке вот это было, поэтому я была удивлена. Но суббота и воскресенье не работает звонок, и по неделю у меня была съемка, я чуть-чуть покрасилась, вот видите, да. Это была бы расъемка, и поэтому я спокойно еще раз звонила во вторнике. И тогда вот мне говорили, что вот может быть это тифоническая ошибка, может быть постирка отправили в Вразь-Востоке, никто не понятно. Поэтому я рисую, что... Но сейчас я снимаю 5 ноября, и вчера, 4 ноября в России было праздничнее день, поэтому почтовое отделение не работает. Поэтому сегодня 5 ноября я решила, что-то сама ходить в почтовое отделение, где находится рядом из дома, и я спросила, что вот это там. Ну, я объяснила эту историю, и я наконец-то обидела своими глазами вот это посылку. Вот, еще раз покажу, вот это посылка. Как вы думаете, сколько это весит? Как вы думаете, это сколько весит? 9 или 10 килограмм, да. И я оформляла, вот, ну, я дала свои документы, вот там они писали, и вот я поставила подписи, и почему-то я опротирую 1800 рублей, я не знаю за что, вот потому что мама же опротирула. Может быть, это внутри ресторана, 1800 рублей я протираю, и поставила подписи, и я наконец-то, наконец-то, я протираю вот эту посылку. И вот отсюда проблема. Почтовое отделение находится 5 минут от дома, но 5 минут. Вот, я одна, донесла вот эту посылку, 9 килограмм, никто не помог, я девушка, старалась, очень тяжело было. Да, это реально тяжело, но хорошо, что пока на улице нет снега, в Москве еще нет снега, поэтому, поэтому я так как-то старалась. Ну, я сразу хочу маме сказать, что вот спасибо, Надя, вот эта штука, да, это очень поможет донести, вот. Вот, и я сейчас в своей моде есть такое аниме, кемецуно-яйба, это по-русски. Клинок, уничтожающих демонов. По-русски, клинок, уничтожающих демонов. Может, кто-то знает, и там есть вот там танжиро, и вот, да, все стараются, да, дженшучу, это сосредоточивать все в силах, да, я это вспоминала, и я тоже вот как танжиро, и вот там, я очень стараюсь, да, донестись. До дома, и сейчас я снимаю, и сейчас я открою, да, давайте всем вместе посмотрим со мной, да, что внутри есть, что маме отправила. Давайте посмотрим. Это ножницы моя. Раз. И еще вот это скотч, леснический скотч, да, это всегда мама так делает, потому что тогда понятно, что вот это там кто-то открывал или нет. Если таможню открывали, то тогда такого скотча нет. Это мама, вот смотрите, вот очень милый скотч. Весни, да. И тут еще написано страховка. Да, сейчас я открою. Летом не могла уехать в Японию, поэтому я очень рада, наконец-то, что-то из Японии. Еще подряд мама отправила три посылка. Сейчас джем, сейчас в пути. Как-то тяжело очень. Крепко. Я уже сильно не желаю, чтобы получать это. Зин шучу. Мизуно кокю. Нино ката. Ха! Оп! Мизуно кокю. Санно ката. Я очень рекомендую, что вот там русские тоже посмотрите. Это кренок уничтожающий землю. Кимитсно яйва. Очень хорошо. Сейчас в Японии уже большая мода. Оооо. Вот. Папаааа. Аааааа. Вверху есть пакет. Это защищает внутри, да. Вот там мама знает, как я открываю. Ножницы вот так. Поэтому защищает. Да, пакет тоже это я собраню, потому что хочу пользоваться. Да. И Хэппи Хэллоуин! Хэппи Хэллоуин! Ууууууу! Бакауке! Это японская конфетка. Хэппи Хэллоуин! Много тут вкусняшки еще есть. Вот там. И Кантри Мам. Да. Это очень люблю печенье. И Пекучан! Кантри Мам. Это новый вкус какой-то. Да, необычный вкус. Банира. Это очень вкусно. И тут удом. С горячей водой можно делать удом. Это лапша удом. Японская, да. Тут джагарико. Все вот в пакет сделать. Мама, спасибо. Уважаю джагарико. И окаю. Это тоже можно делать с горячей водой. Это японская каша, да. Окаю, да. Зима. Так надо. Да, когда я не хочу уходить из улицы, вот что-то не хочу кушать. Да, это очень поможет. Все. О, это тоже хэллоуинский. Это тоже японская. Ого. Тут много цветов. Посмотрите. Халей удом. Удом. Ну, в общем, вот я не очень не умею подготовить. Да. Я сейчас сама стараюсь, но я не умею. Поэтому с горячей водой это очень поможет. Это быстрое приготовление еды, да. Спасибо. Я так не могу жить. Ра. Еще джагарико нашра. И пучо. Да, это тоже джагарико. Компеты. И это Юникроска. Я знаю. Юникло. Это японские фирмы. Если кто-то не знал. О. Вот. Вот это так. Я могу. Так и идти. Русской зимы. Да. Еще одно есть. Это тоже Юникло. Так компактная, да. Вот эта кулачка. Вот этот пакет. Очень компактный. Мама что знает мой любимый цвет. Это розовый. Да. Поэтому. Спасибо. Еще что это? О. Нори. Морской. Не знаю. Рисом. Очень вкусно. Тут тоже. Что там? Ого. Это носки. Чёплые носки. И тут тоже. Вау. Красавчик. Одежда новая. Я одену и снимаю видео тоже. Вот. Теперь. Этот пакет тоже очень хорошо. Тут есть трико-трит. Это для маленький подарок. Кто реально знакомый человек. Я знаю. Вот мама. Всегда спасибо. Благодарность. Да. Когда вот там кому-то встретиться. Да. Я подарю. Чтобы трико-трит. Ура. И еще это все лекарства из Японии. Это для простуды. И это аллергия. И вот. Ну все. И ого. Это тоже. Смотрите. Маленькие торточки. Сип. И шоколадные торточки. Ого. Уже так много. И это тоже суп. Вакаме. Суп. Морской суп. И это мое самое любимое. Сакика. Да. Не знаю, как можно объяснить. Но я обожаю. Это. Рис. Рис. А это рис. Как можно подготовить. Это. Чуть-чуть открывать. Полазить в микроновку. Подогреть. Сколько. Минут. Или две минуты. Тут написано. Так и подготовить вкусный Японский рис. Ура. Ура. Еще. Это. Лапша. Лапша. Якисоба. Это. Осаковский япша. И это тоже очень легко подготовить. Даже я умею. Вот. Открывать клещу до парабина. Не в шок. Потому что тут. Наребать галятию воду. Кипяток. Ждать три минуты. И потом надо выбрасывать галятию воду. Но только лапша надо оставляться. Тут есть очень полезная дырка. Там половина. Поэтому только галятию воду вырасывать. И потом соус добавить. И подготовить вот это. Якисоба. Ура. Обожаю. Еще что есть. Господи. О. Это соус. Дриасарата. Еще вот там все знаете. Это васаби. Васаби это как вы кушали суши. Тогда свой соус. И что? Вот там острый зеленый. Это васаби называется. Но почему-то русский васаби я не чувствую, что острый. Вот поэтому вот настоящий васаби. Ого. Это кали. Кали. О. Как раз. Кали и рис. Кали лайс. Да? Отлично. Отличная пара. Еще это фруктовые, как сказать, но джерри напитки. Вот такой. Да. Когда вот там я болею чуть-чуть. Вот там. Не молчит. И тут зеленый чай. Я очень люблю зеленый чай. И вот это, да, именно сейчас очень нужны. Это маски. Медицинская японская маска. Тут есть 30 штук. Вот. Спасибо. Мне здоровье крепкое. Крепкого. Да. И ого. Еще тут есть вот такой. Это я знаю, что вот это чуть-чуть обычное, но все равно японское хорошее. Но вот это в пакете более качественное, потому что это дороже стоит. Качественные, да, маски. Мне нравится. Даже когда я ношу маски, очень легко, ну, не тяжело вещаться. Тоже вот тут. Ну, хорошее, качественное, да, поэтому я берегу себя. Еще это соус тоже. Аодисо. Наверное, японцы понимают, да, какой соус. Аодисо. В России не продает вот это. И это тоже еще маска. Так много масок. Да. Я так не могу выйти. И это. Это что? Я покажу. Тут есть многоразличный штамп. Штамп Микки Маус, да. Это для урока японского языка. Я суббота и воскресенье преподаю японский язык. И если вы домашнее задание, посмотрю, да, вот там у кого хорошо, я зверю, такой штамп. Все стараются, и мои ученики, поэтому мама купила много штампов. Это Донор Додак. О, это принцесса. Штамп принцессы. Еще маленькие этот конфеты. Японский шокурат и гуми. Да, хочу. Вот. И это снимать макияжи. Я люблю вот это. Просто снимать макияжи, да. Еще такой японский конфеты. Я люблю с собой носить. И всегда понимает мое настроение тогда. И это самый конец, да. Вот, смотрите, уже ничего нет внутри. Только пакет несколько есть, но я положу сюда. И самый последний, здесь низкий пакет, что там внутри. Мой дневник 2021 года. Да. Я сейчас тут напишу по поводу мой план и обещания, чтобы держать все обещания. И еще я напишу про ютуба, вот там, что у меня было хорошо, и когда что я выкладываю. И как вы дневник мой, 2021 года. Ура! Полтира. Смотрите, это русалочка. Моя любимая русалочка. Извините, у меня очень хорошее настроение, потому что я так долго-долго-долго ждала. Со сентября месяца. Да, вот у меня было 16 сентября, вот день родения, поэтому мама отправила вот это поселка, как бы подарок. Моего день родения, ну как бы, да. Я так ждала, и сегодня 5 ноября полтира. Поэтому сейчас поселка из Японии в Россию, морской, да, почты, это по 2 месяца занимается, как доставлять. Вот так, вот так. Вот, и тема про поселки, все. Ну, в конце видео сейчас есть маленький анонс от меня по поводу балетных спектаклей. Сейчас многие спектакли отменили, потому что из-за коронавируса, да. Поэтому я начинаю открывать свой канал, и сейчас я снимаю видео, и монтирую, и выкладываю видео, и я стала как ютубер, да. Это тоже хорошо, но я очень скучаю балет. Это видео выкладываю 8-го часа, и у меня 12-го, 12-го? Да, уже следующая неделя, 12-го ноября, это четверг, 7-30, будет гора-концерт в Москве. Это в центре Москвы, находится метро Урбянка, Кузнецкий мост. В подробности я напишу описание этого видео, я ставлю ссылку, где можно купить береты, и так далее, и так далее. Я танцую два номера, я тоже танцую там. Тут не спектакль, потому что многие балерины не могут участвовать на одном месте, чтобы не заразить себя, да. И зрительный зал тоже, только половина места, поэтому мы думаем о выросе, чтобы не заразить. Да, наверное, маски нужны, но те, кто хочет, те, кто сможет, те, кто живет в Москве, приезжайте, посмотрите этот концерт тоже. Да, я стараюсь, я уже не участвовала полгода, поэтому я сама с нетерпением жду. Я там танцую японский номер, да, потому что это очень интересный номер, оригинальный. Еще вот я танцую пахито, это от балета, минкса, да, такой классический, но яркий балет. Вот, поэтому приходите посмотреть, кто живет в Москве. Вот, и сегодня завершаем вы этого видео. Вот, всегда говорю, что те, кто заинтересован в Японии, в России, с точки зрения японии, знают от меня, или в Абалете, или во мне, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Спасибо, что посмотрели до конца, увидимся на следующие видео, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста.